Египетский пантеон по сей день полностью неизведан даже сообществу ученых, опираясь на древние легенды. Сегодня мы рассмотрим с вами богов древнего Египта, влиявших на судьбу цивилизации Ра, сын Нуна, верховный бог солнца, предстающий в облике человека с головой сокола, увеченный солнечным диском. Каждого фараона нарекали сыном Ра. Согласно легендам, Ра также был борцом силами тьмы. В загробном мире Ра сталкивается лицом к лицу Сапопом, злым демоном тьмы, в образе ужасного гигантского змея, что пытался проглотить солнце и навсегда лишить мир солнечного света. Каждую ночь Ра сражается с ним и пленяет его при помощи других богов, таких как Баст, Серкет и Шу. Согласно мифам, Ра создал небо, землю и звезды, а также стал отцом всех богов и людей. Город Гелиополь, в переводе известный как Город Солнца, считается домом Ра, где был построен один из самых больших его храмов. Основным символом власти Ра является Анг, крест с петлей на верхней части, олицетворяющий вечность, мудрость и бессмертие, а также ему принадлежал первый глаз гора или ока Ра. Амон Ра. Амон, сын Нуна, был богом ветра в фифах. Его вид олицетворен в образе мужчины с рогатой головой. Священным тотемом Амона является Баран. После объединения верхнего и нижнего Египта, культ Амона постепенно набрал силу и слился воедино с культом Ра, после чего Амон Ра стал верховным богом Египта. Согласно преданиям, бог Амон защищал Египет от врагов. В некоторых источниках, опирающихся на рациональную интерпретацию, Амон был не богом, а древним египетским царем. Как описывает историк Леонт, Во времена правления Диониса, Амон прибыл из Африки, пригнав Дионису собой скот. В знак благодарности, тот одарил Амона землей против египетских фиф. Храм Карнаки, или Карнакский комплекс, самый крупный храм Амона Ра, сохранившийся по сей день. Первые строения возникли в 28 веке до нашей эры. Однако, за долгое время своего существования, храм не один раз перестраивали. Осирис. Бог Осирис, сын Геба, является богом плодородия и покровителем природных сил, а также учителем египетского народа. Он обучил людей земледелию, виноделию, обработке металлов и врачеванию. Сам Осирис олицетворял человека с лозой, что обвивало его тело. Осирис был убит завистливым братом Сетом, который впоследствии выбросил сундук с телом Осириса в реку. Исида отыскала труп и спрятала его от Сета. Но Сету все же удалось снова завладеть трупом брата. На сей раз убийца разрезал труп на части и разбросал их по всему Египту. Исида с большим трудом собрала все части воедино и предала тело мужа погребению. Возродившись в царстве мертвых, Осирис стал судьей загробного мира. Он выносит приговор усопшим и решает их дальнейшую судьбу. Анубис. Анубис, сын Осириса, был проводником в мир мертвых и богом погребальных обрядов, защищавшим тело в период подготовки к похоронам и оберегал мумию в гробнице. Анубис олицетворен как человек с головой шакала. В Старом Царстве является покровителем некрополя и кладбищ. Один из судей царства мертвых. Хранитель ядов и лекарств. Столица 18-го египетского Нома, Кинополь, на протяжении всей истории Древнего Египта был центром культа Анубиса. Согласно некоторым источникам, Хентиментиу является название местоположения храма, в котором поклонялись данному божеству. Отталкиваясь от легенд, в цикле Осириса, Анубис был его сынами матери Нефтиды. Жена Сета, Нефтида, влюбилась в Осириса и, приняв облики Сиды, совратила его. В результате Саития был рожден Анубис. Испугавшись возмездия Сета за измену Нефтида, бросила младенца в камышовых зарослях, где его потом нашла богиня Исида. Впоследствии, бог Анубис стал помогать Исиде в поисках частей Осириса и приняв участие в бальзамировании воссозданного тела Осириса. Сет, бог-брата-убийца Сет, известный как воинственный бог зла и ярости, изначально почитался как защитник солнца, рак и покровитель царской власти. Внешне он напоминал человека с головой осла. В некоторых сказаниях есть слух, что Сет — это сам Сатана. Атрибутами Сета являются Скипетр, Уаз и Анг. Изначально Сет был богом-воином, с красными жгучими глазами, единственный из всех, кто способен одолеть во тьме змея Апопа. Со временем Сет был демонизирован и стал противником Осириса и Гора, сына Осириса. Умертвив своего брата Осириса и захватив его трон, спустя время, дабы избежать битвы, власть была передана Гору по воле Осириса, как законному наследнику престола, которого Сет не смог убить. Сам же Сет стал повелителем бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти, а также владыкой пустыни. Геп — бог Геп, сын Шу, известен как бог земли. Также Геп — один из девяти великих богов, великой и неады, которого чтили в Гелиополе. Сам Геп олицетворен как бородатый старец с царскими украшениями или распростертыми во всю длину, сопирающийся на него нут, поддерживаемый Шу. Согласно мифу, Геп ссорился со своей женой нут, так как каждый день та поедала своих детей, небесные светила, а затем вновь рождала их. Шу разъединил супругов, подняв нут в небо, а Гепа оставил на земле. Также Геп принимал участие в суде Осириса над умершими Амат, богиня Амат, в переводе именуемая пожирательницей. По своей сути мифологическое чудовище, часто фигурирующее на сценах суда Осириса в качестве пожирательницы душ. В ее образе совмещались черты крокодила, льва и гиппопотама. На загробном суде, если сердце покойного перевешивало на чаши весов, то он падал в поля и ару, то есть в рай. Если этого не случалось, в сердце умершего пожирала Амат. Считалось, что Амат обитает в Дуате. Амат считала, что она была равная Осирису и решила это доказать на деле. Нужно было выбраться в мир живых и поглотить души всех людей. Для того, чтобы Амат восстала и начала править миром, ей нужны души пяти самых страшных и злых грешников. Для перехода в мир живых необходимы четыре артефакта, составляющие один предмет – Жезла Нубиса. Когда Амат выйдет на свободу, она принесет бесконечную бурю. Амат станет могущественней Осириса и будет править миром живых. Тогда творить благо станет грехом, а творить грехи станет благом. Все люди будут грешить, и у всех будут красные глаза грешника. Нун, бог Нун – один из первосоздателей мира, что сотворил океаны и моря. Он известен как воплощение водной стихии, которая существовала на заре времен и заключала в себе жизненную силу. Бог воды олицетворялся, как водный мужчина, держащий на руках солнечную ладью. Нун был покровителем Нила, а также зимнего солнцеворота и сезона дождей в Дельте. К великому удивлению для многих, Нун не имел собственных мест культа и храмов, в отличие от многих. Нун и его жена Наунет, олицетворяющая небо, являлись первой парой богов, от которых произошли все другие египетские боги. На реальный манер можно провести интерпретацию, что все живое произошло из воды. Тоут. Тоут – бог луны. Владыка мудрости и магии. Покровитель красноречия. Изобретатель письменности. Изображался Тоут с головой ибиса и палеткой песца. Символами Тоута являются посохи Анг. Тоут помогает Осирису вершить суд в загробном царстве, записывая показания весов, на которых взвешивалась душа умершего. Основным центром почитания Тоута был Гермополь или Шмун. Согласно старой легенде, Тоут пришел из места под названием Джихути. Сет вынул из своего лба золотой серп, который Тоут у него отнял и положил на свою голову как украшение. Существует миф об изменении календаря, который приписывают Тоуту как изобретателю года, состоящего из 365, а не из 360 дней. Хаппи. Хаппи – бог Нила. Покровитель рыб и птиц болотных. Будучи синекожим мужчиной, Хаппи изображался женской грудью и большим животом, символизирующих плодородие Нила, которое даровали египетским полям ежегодные разливы реки. Происхождение имени Хаппи неизвестно. Возможно, ранее так называли саму реку Нил. Считалось, что Хаппи жил в пещере в одном из источников Нила, неподалеку от Асуана. Культ Хаппи был на Элефантине. У жрецов Элефантины был в наличии специальный измерительный прибор – нилометр, с помощью которого можно было предсказать и контролировать уровень прибывающей воды. Подковерные интриги, заговоры, предательства, убийства и жажды власти. По сей день тайны Египта не раскрыты научным сообществом. Единственный способ познать тайны древнего мира нам могут дать останки в виде архитектурных сооружений исчезнувшей цивилизации. Увы, но нам смертным даже и половина тех древних загадок не дозволены быть раскрыты.